Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы продолжаем изучение курса «Рынок ценных бумаг». И эта лекция посвящена как раз вопросу о том, как определить, какие цены бумаги купить, когда их продать, сколько они должны стоить, справедлива ли цена на рынке. То есть, по сути дела, это один из таких главных, значимых вопросов. И называется эта тема «Методы инвестиционного анализа». Что значит инвестиционный анализ? Ну, буквально анализ инвестиций. Как я уже говорила, потратить деньги несложно. Пошел, купил ценную бумагу, это не займет и минуту с помощью интернет-трейдинга. Вопрос в том, когда купить, какую, по какой цене. И что самое главное, наверное, когда продать. Анализ инвестиций или инвестиционный анализ предполагает или ставит перед собой целью как раз ответить на эти вопросы. Проанализировать существующие формы, виды, варианты инвестирования. Оценить привлекательности этих инвестиций, оценить стоимость, спрогнозировать изменения этой стоимости, рассчитать доходность от этих инвестиций. Вот те задачи, которые ставятся перед инвестиционным анализом. Так как рынок ценовой бумаг развивается уже достаточно давно, да, то и методы инвестиционного анализа, соответственно, тоже сформировались разные. В целом, принято выделять три группы или три направления инвестиционного анализа. Это фундаменталисты, технократы и третья группа – теория ходьбы наугад. В целом, хочу сказать, что все три направления, да, теоретические направления, обладают достаточно серьезными аргументами, и каждое из направлений предлагает свой инструментарий. Но, как-то, наверное, эти направления друг с другом немножко конфликтуют. То есть фундаменталисты не верят технократам, технократы не верят фундаменталистам. Теория ходьбы наугад, несмотря на то, что это научное направление, да, имеющее соответствующие концепции, принципы, еще раз хочу сказать, аргументы, да, в пользу своей теории. Широкого, наверное, распространения не получила, но и с ней спорить уже достаточно сложно. Итак, фундаменталисты. Они считают, что у каждой ценной бумаги, у каждого актива на рынке есть реальная, я бы сказала, такая справедливая стоимость. Эта справедливая стоимость далеко не всегда совпадает с текущей рыночной ценой. Вот главная задача найти эту справедливую стоимость, посмотреть, какова рыночная цена, и их сопоставить. Своей главной целью фундаменталисты ставят поиск недооцененных ценных бумаг. То есть мы определяем реальную справедливую стоимость различных ценных бумаг и видим, что справедливая стоимость намного выше, чем цена на рынок. Значит, рынок недооценивает эту акцию. Значит, ее надо сейчас купить, а потом, соответственно, ее стоимость обязательно вырастет, потому что рано или поздно рынок увидит, что ценная бумага стоит, по сути, намного больше. Так вот, фундаменталисты, не зря слово «фундамент», «основа», они анализируют рынок, анализируют отрасль, анализируют показатели деятельности самой компании и на основе этих данных определяют, сколько же реально должна стоить данная ценная бумага. Технократно. Они считают, что нет никакой справедливой стоимости. Справедливая стоимость – это цена на рынке. Все остальное субъективно, вилами по воде, и верить этому нельзя. Верить можно только реальным рыночным котировкам. Вот их нужно анализировать. На основе этих цен нужно принимать решение. Ну и, соответственно, свой инструментарий для анализа реальных рыночных цен в прошлом, в текущий момент. И только на основе этого анализа принимать решение. Теория ходьбы наугад. Они считают, что вообще, в принципе, все прогнозы не имеют никакого смысла. То есть сегодня стоимость цены бумаг – учитывать текущую ситуацию. А завтра все может измениться как в лучшую, так и в худшую сторону. Может произойти все, что угодно, и предсказать вот эти вот изменения. Это нереально. Поэтому, по сути дела, любые предсказания относительно будущего не имеют никакого смысла. Анализировать нужно то, что есть сейчас. Ну и, соответственно, делать вывод только на сегодня. Еще раз хочу подсказать, что все три теории – это не просто какие-то идеи, да. А это действительно теории, которые предлагают свой инструментарий. Как я и сказала, наиболее популярными являются первые две. Мы с вами сегодня их и рассмотрим. Итак, первое – фундаменталисты. Фундаментальный анализ. То есть, как я и сказала, оценивается политическая, экономическая ситуация в мире, в стране, в отрасли и, соответственно, в каждом конкретной компании. Главная цель – определить справедливую стоимость ценной бумаги. Эта стоимость, по сути дела, будет зависеть от реальной стоимости самой компании. То есть, наша задача – определить, сколько же реально стоит эта компания сегодня. С учетом ее масштаба в деятельности, положения на рынке, имиджа, перспектив развития. И вот когда вы определили, сколько стоит эта компания, да, определили, сколько акций она выпустила, вы можете найти реальную стоимость акции. Оценив истинную стоимость бизнеса, зная истинную стоимость акции, вы уже принимаете решение. Недооцененные надо купить, переоцененные надо срочно продать, если они у вас есть. Ну, а если истинная стоимость равна рыночной, то каких-то спекулятивных операций с этой ценной бумагой проводить неразумно, да, невозможно. Соответственно, в рамках фундаментального анализа, именно сам по себе анализ ведется на трех уровнях. То есть анализируется макроэкономическая ситуация в стране, анализируется состояние в отрасли, и, соответственно, выбирается компания. При этом в расчет берутся как политические факторы, так и экономические. Учитываются все возможные слухи, ожидания, личности, которые эту информацию, эти слухи распускают и так далее. То есть производится глубокий фундаментальный анализ, да, отсюда, собственно говоря, и само слово «фундаменталисты». Что значит на трех уровнях макроэкономический анализ? Ну, вообще фундаменталисты работают двумя методами, что называется «снизу вверх» и «сверху вниз». Вот «сверху вниз» предполагают, что сначала вы выбираете страну, рынок, в который будете инвестировать. То есть так как сегодня все рынки, что называется, электронные, международные, да, рынки друг друга проникают, у вас есть возможность купить ценные бумаги любых имитетов, да, любой национальности, что называется. И поэтому, в принципе, вы можете для начала выбирать, в какую страну вы будете инвестировать. Будет это Америка, Россия, Китай, Япония. То есть, пожалуйста, да, вы анализируете рыночную ситуацию в стране, проводите так называемый макроэкономический анализ. Мы, предположим, в итоге остановились на развивающихся рынках, да, они рисковые, но быстрее растут, доходность там будет выше. Дальше вы выбираете отрасль, да, ну, наверное, вы можете найти не одну, да, отрасль, которую вы считаете перспективой. Может быть, это будет нефть и газ, может быть, это будут потребительские товары, может быть, это будет сотовая связь или информационные технологии. И в любом случае, да, выбор, опять же, достаточно широкий. То есть, вы выбрали страну, дальше выбираете отрасль, которую вы считаете растущей, перспективной в данный момент, да. Выбрали отрасль, например, все-таки нефтегазовую, да, дальше в этой отрасли вы выбираете компанию. То есть, на любом рынке, в любой отрасли компания не одна единственная, да. И вы, опять же, анализируете непосредственно уже факторы, связанные с самой компанией, проводите корпоративный анализ, и вы выбираете ценную бумагу. Метод снизу вверх предполагает, что называется сортировку и отсеивание. То есть, вы выбрали несколько более известных, популярных компаний, а дальше методом анализа отрасли, анализа рынка начинаете их отсеивать. Продолжение следует...